Совместное производство АБ Продюксион и Докланд-Ярд Миллионы скальных обломков, едва различимых с помощью самых мощных телескопов, перемещаются в пределах Солнечной системы. Астероиды вызывают одновременно страх и восхищение. Порой их траектории пересекаются с орбитой Земли. И тогда для нашей планеты возникает реальная угроза столкновения, хаоса и разрушения. Фильм режиссера Сони Руспини Но кроме разрушительной силы, эти небесные тела хранят в себе настоящие сокровища – воду, железо, золото и платину. Ресурсы нашей планеты очень быстро истощаются. И метеориты могли бы стать неисчерпаемыми источниками полезных ископаемых. Нужно ли бояться метеоритного дождя или его последствий? Какова вероятность того, что один из метеоритов уничтожит город, страну или даже все человечество? Как превратить смертельную угрозу в источник сказочных богатств? Астрономы, инженеры и ученые наблюдают за астероидами во всех мировых аэрокосмических агентствах. Можно сказать, что начинается новая эра освоения небесных тел, несущих одновременно и вред и пользу. Метеориты Каждую ночь десятки телескопов во всем мире нацеливают свои объективы в небо. Они пристально следят за астероидами, которые перемещаются по Солнечной системе. На юге Франции, в самом сердце Пиренеев, на высоте 2800 метров над уровнем моря, находится один из форпостов наблюдений за астероидами – астрономическая обсерватория Пик-Дю-Меди. Франсуа Калас, астроном Национального центра научных исследований, ночами высматривает малейшие движения в небе. Этот телескоп, оборудованный объективом с метровым диаметром, позволяет обнаружить объекты, удаленные от нас на расстоянии, равные длине пути от Земли до Солнца. Сегодня вечером Франсуа будет изучать в телескоп соседнюю с Землей область, где сосредоточено большинство астероидов. На сегодняшний день все астероиды в пределах Солнечной системы зафиксированы астрономами между Марсом и Юпитером. Одни находятся чуть ближе, другие чуть дальше. Но 99% астероидов располагается строго между Марсом и Юпитером. Это скопление мы называем главным поясом астероидов. Если бы можно было рассмотреть его невооруженным глазом, мы увидели бы множество объектов, которые движутся в одном направлении с планетами. Таким образом, всего лишь в 100 миллионах километров от Земли миллиарды твердых тел от песчинок до массивных глыб вращаются вокруг Солнца. Чуть дальше находится пояс Койпера, насчитывающий примерно 30 тысяч объектов, диаметр каждого из которых равен 100 километрам. Пояс Койпера расположен рядом с планетой Нептун. Более 4,5 миллиардов лет назад вся Солнечная система была наполнена подобными небесными телами. Вращаясь вокруг зарождавшегося Солнца, они постоянно сталкивались. Постепенно некоторые из них породили сегодняшние планеты. Орбита планеты должна быть свободна от посторонних объектов, поэтому все астероиды, попадающие в эту зону, либо притягиваются с самой планеты, либо исторгаются ею в космос. Сегодня ученых очень интересуют астероиды, поскольку эти объекты Солнечной системы, во-первых, таят в себе секреты происхождения жизни, а во-вторых, являются потенциальными источниками катастроф. Франсуа Калас отслеживает один из таких астероидов, обнаруженный много лет назад. На данный момент информация о его размерах и траектории движения весьма приблизительна. Понаблюдав за перемещениями астероида несколько часов, ученые детально анализируют полученные данные. Это изображение 30-летней давности, на котором астероида нет, а это изображение, полученное недавно. На нем хорошо видно, что вот здесь появился большой объект. Вот он, над этой звездой. Астероид Скульд. Я вношу название астероида и дату наблюдения, чтобы затем высчитать его местоположение в конкретный день. Благодаря подобным наблюдениям, исследователь может вычислить не только траекторию движения астероида. Интенсивность свечения помогает определить размеры объекта. В нашем случае этот показатель равен 12, значит, диаметр объекта составляет от 7 до 24 километров. Скульд – один из 560 тысяч астероидов диаметром более 1 километра, уже описанных астрономами. Учет этих гигантов идет довольно быстро. Но впереди еще много работы. 20 лет назад ученые разработали программу, в рамках которой планировалось выявить все небесные тела диаметром более 1 километра. На сегодняшний день нам известны 95% всех таких объектов. Сейчас наша задача – найти все небесные тела с диаметром более 150 метров. Этот проект рассчитан на 10-20 лет. В целях нашей собственной безопасности необходимо досконально изучить объекты, находящиеся в поясе астероидов. Каждый год более 100 тысяч тонн астероидных обломков достигают поверхности Земли. Это метеориты, большинство которых совсем крошечные. Однако на Земле оказываются и более крупные гости. 15 февраля 2013 года в 9 часов 20 минут по местному времени в окрестностях российского города Челябинска с глушительным треском пролетел по небу огромный горящий шар. Любительская видеосъемка запечатлела эту необычную картину. Метеорит примерно 20 метров в диаметре разрушается прямо в воздухе на глазах у растерянных жителей. В результате взрыва мощностью в 30 раз превышающей мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, метеорит распался на части на высоте 5000 метров. От ударной волны пострадало множество зданий. Более тысячи человек получили травмы. Несколько месяцев спустя удалось обнаружить один из самых крупных обломков этого метеорита. Глыба диаметром 1 метр и весом 570 килограммов благополучно окончила свой полет, упав в озеро. По словам специалистов, приблизительно каждые 100 лет объект, способный разрушить целый город, достигает пределов Земли. На данный момент вблизи от нашей планеты зафиксированы около 10 тысяч астероидов. Их называют «околоземными». Эти объекты вышли на опасное расстояние до нашей планеты и скоро могут оказаться совсем рядом. У тысячи из них диаметр более 1 километра. При столкновении с Землей такие астероиды способны уничтожить целую страну. Специалисты во всем мире объединяют усилия, чтобы вовремя спрогнозировать угрозу. Спустя несколько месяцев после катастрофы в России Европейское космическое агентство инициировало открытие Центра слежения за астероидами, угрожающими нашей планете. Вот видите, Апофис подходит ближе. С мая 2013 года данные наблюдений, полученные со всех концов света, обрабатываются здесь, в итальянском городке Афраскати. Задача — вычислить вероятность столкновения астероида с Землей. Давайте посмотрим и на другие астероиды, которые представляют наибольшую опасность. Вот здесь данные за неделю. Диаметр самого крупного объекта — 1 километр. Этеро Пероцци — один из руководителей программы. Вместе с коллегами он ежедневно осуществляет сложные подсчеты, чтобы как можно точнее определить траекторию движения околоземных астероидов. Это весьма кропотливая работа, поскольку все планеты Солнечной системы вращаются по известной траектории вокруг Солнца, в то время как астероиды постоянной траектории часто не имеют. Астероиды в очень большом количестве в течение миллионов лет вращаются вокруг Солнца, как планеты. Большинство из них никогда не покинут главный пояс. Однако характер движения некоторых из них может стать хаотичным. Другими словами, они могут вдруг сильно отдалиться от центра пояса. И чем больше астероиды будут от него отдаляться, тем ближе подойдут к Солнцу, повышая тем самым вероятность попадания в зону планет. В некоторых областях главного пояса сильное гравитационное притяжение ближайших планет может изменить орбиты астероидов. Так небесные тела, расположенные на внешнем крае пояса, попадают в гравитационное поле Юпитера и медленно отклоняются в сторону этой гигантской планеты. Те же, что находятся на внутреннем крае пояса, притягиваются Марсом. Это явление, существующее сотни миллионов лет, меняет первоначальную траекторию астероидов. Поскольку их новый курс проходит в непосредственной близости от Земли, астероиды, оказываясь в поле нашей планеты, становятся околоземными. В связи с этим возрастает опасность столкновения. Кроме того, определить их траектории Земли подчас не так уж и просто. Модели, учитывающие гравитацию, хорошо подходят для больших объектов. А для малышей правило меняется, и связано это с солнечным излучением, которое получает астероид. Ведь астероид, как и планета, одной стороной повернут к Солнцу, в то время как другая его сторона остается в тени. Большое значение имеет форма астероида. Но главное, нагрев происходит всегда только с одной стороны. Вращение вокруг Солнца приводит к увеличению давления на прогретой стороне, что, в свою очередь, изменяет траекторию движения объекта. Если это, разумеется, не гигант, но вычислить изменения сложно. Данные об удаленности астероидов от Солнца и планет, а также о скорости их перемещения, вносят в компьютер для того, чтобы с предельной точностью оценить риск столкновения в ближайшие сто лет. Не так давно астероид под названием Апофис, диаметр которого составлял больше 300 метров, а скорость движения 45 тысяч километров в час, попал на первые полосы газет во всем мире. После его обнаружения в 2004 году Герхард Дрольсхаген, ответственный за программу наблюдения, отметил высокую степень опасности его сближения с Землей. Как только был открыт астероид Апофис, мы заговорили о том, что существует большая вероятность его столкновения с нашей планетой. Прогнозы давали в отношении 1 к 40. В случае падения на землю 300-метрового объекта мог бы пострадать целый регион. А если бы он полностью уничтожил какую-нибудь страну, к примеру, Францию или Германию, это стало бы катастрофой для всей Европы. Поэтому все телескопы мира немедленно были задействованы для наблюдения в целях получения максимально полной информации об орбите и размерах астероида. В итоге мы пришли к выводу, что прогнозируемого в 2029 году столкновения не произойдет. Однако в 2036 году мы ожидаем возвращения Апофиса, и таким образом риск его встречи с Землей остается. В 2036 году астероид Апофис снова пройдет на опасном расстоянии от Земли. Ученые тревожатся не зря. Предполагаемый удар при столкновении с планетой высвободит энергию мощностью 400 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. К счастью, на данный момент риск столкновения ничтожно мал. вероятность 1 к миллиону. Так же, как и Апофис, многие околоземные астероиды до сих пор плохо исследованы. Около 30% от общего числа объектов не поддаются наблюдению Земли. В связи с этим международные космические агентства стараются улучшать работу по обнаружению невидимой угрозы, и количество приборов слежения увеличивается как на планете, так и в космосе. В Европе был запущен спутник Гайя, в Японии зонд Хаябуса. Последние несколько лет все новые космические станции снабжают нас дополнительной информацией об околоземных астероидах. В 2009 году специалисты НАСА из лаборатории реактивных двигателей запустили на околоземную орбиту и на прокрасный космический телескоп ВАЙС. Он способен видеть в абсолютной темноте. С тех пор ему удалось обнаружить 34 тысячи новых астероидов в главном поясе и 135 околоземных тел. Тем временем другие исследователи стараются спрогнозировать ущерб, который может нанести столкновение. Космический центр НАСА штат Калифорния, США Сан-Хосе команда ученых рассматривает худший вариант развития событий. Это устройство высотой более 4 метров получило название «большой пистолет». «Большой пистолет» «Большой пистолет» Снаряды диаметром несколько миллиметров вылетают из установки с огромной скоростью. Эксперимент нужен для оценки последствий падения метеоритов. Опираясь на 33-летний опыт работы с оружием, руководитель проекта Петер Шульц стал экспертом в области преградной баллистики. Наша мишень — песок. Он позволит воспроизвести тот эффект, который ожидается при ударе метеорита о планету на очень большой скорости. Обычно сразу происходит разрушение. Наш эксперимент дает представление о том, что может произойти в действительности. С помощью стрельбы в песок исследователь стремится измерить мощность ударной волны от столкновения объекта с поверхностью Земли. Всё, у нас есть результат. Для фиксирования удара под всеми углами в аппаратной установлены видеокамеры с частотой около 1000 кадров в секунду. Посмотрите на это. Вы видите? Весь песок, который разлетается в стороны и вверх, воспламенён. Здесь он выброшен вперёд и вообще выжжен. Температура была настолько высока, что песчинки просто расплавились. Анализируя каждый кадр, можно сделать вывод о том, что песок, выбрасываемый с большой скоростью, распространяется дальше. Таким образом, удар метеорита под углом 45 градусов повлечёт за собой выброс большого объёма почвы на огромное расстояние. Эти последствия были спровоцированы одним мини-снарядом диаметром 6 миллиметров, который выпустили со скоростью 5 километров в секунду. Такова скорость некоторых астероидов, проходящих вблизи от нашей планеты. Так, посмотрим, что там. Но если учесть структуру земной поверхности, от удара могут быть и другие последствия. Чтобы выяснить это, Петер Шульц проводит дополнительную серию экспериментов. Получился красивый кратер. Теперь мишенью служит каменная плита. Так можно определить последствия удара в гористой местности. Смёртый! Удар был такой силы, что крупные осколки разлетели со скоростью 54 тысячи километров в час. А в точке удара температура достигла 300 градусов. Как видите, снаряд, пробив камень насквозь, привёл в движение песок, лежащий вокруг. Образовался кратер, но не такой крупный. В песке кратер вот такого размера. Следовательно, если метеорит упадёт в горах, удар будет гораздо слабее удара в песок. Результаты экспериментов, проведённых в лабораторных условиях, применимы к ситуациям в реальной жизни. Так, исходя из размеров метеорита и предполагаемого места его падения, можно принять меры безопасности, например, заранее организовать эвакуацию жителей из опасного района. Если сравнить предполагаемые последствия падения метеоритов диаметром 100 метров, 1 километр и 10 километров, они будут совершенно разными. Небесное тело 100-метрового диаметра образует кратер, и огромное количество обломков разлетится в воздухе. Самые крупные обрушатся на Землю, но поднявшееся полевое облако может на время даже скрыть Солнце. То есть последствия падения такого метеорита не останутся незамеченными. Удар метеорита диаметром 1 километр повлечёт за собой более серьёзные проблемы. Уже при его вхождении в атмосферу будет ощущаться эффект. Что касается кратера, то его диаметр составит от 15 до 20 километров, а колоссальные осколки разлетятся на тысячи километров вокруг. Если же такой метеорит рухнет в океан, результатом станет мощный цунами. Но самая страшная ситуация сложится при падении астероида диаметром 10 километров. Такая глыба может уничтожить всё живое. Произойдёт катастрофа планетарного масштаба. Вероятно, подобное случается каждые 100 миллионов лет. Шрамы от ран, нанесённых Земле огромными метеоритами, можно найти повсюду. В США, в сердце Аризонской пустыни, находится каньон Дьявола. Гигантский кратер диаметром полторы тысячи метров и глубиной 200 метров. Это свидетельство драматического столкновения, произошедшего 50 тысяч лет назад. не так далеко от Аризоны, на полуострове Юкатан, под слоем отложений и водами Мексиканского залива, находится кратер Чиксулуп. Он образовался здесь 65 миллионов лет назад, в результате падения метеорита диаметром 10 километров. Удар повлёк за собой цунами и глобальные климатические изменения. 60% обитавших на Земле существ погибли. С падением именно этого метеорита связывают исчезновение динозавров. Подобные катастрофы изменили устройство Солнечной системы. Достаточно поднять глаза к небу, чтобы увидеть результат произошедшего 4,5 миллиарда лет назад столкновения астероида с Землёй. В итоге образовалась Луна. Катастрофы, случившиеся в прошлом, напоминают нам, насколько мы уязвимы перед каменными пришельцами с небес. Но каким образом человечество может защитить себя? Что делать, чтобы устранить саму угрозу столкновения? На протяжении многих лет научное сообщество работает над проектами устройств, способных менять траекторию движения астероидов-убийц. В конце 2013 года по инициативе ООН была создана группа специалистов для оценки вероятных сценариев сближения астероидов с Землёй. Жан-Эф Прадо, инженер Национального центра космических исследований в Тулузе, руководитель проекта. Единственное, что можно сделать, чтобы избежать столкновения с астероидом, это либо ускорить, либо замедлить его движение по отношению к тому моменту, когда он будет проходить рядом с Землёй. Для этого необходимо использовать мощные устройства, которые смогут придать объекту сильный, но короткий импульс, или же, наоборот, длительный, но более слабый. Результат в любом случае можно будет оценить лишь через много лет. Проекты устройств, заслуживающих внимания лучших писателей и фантастов, проходят стадию оценки эффективности. Это может быть зонд, смещающий астероид с помощью силы притяжения, или сверхмощный лазер, разбивающий его на мелкие осколки, которые при столкновении не нанесут серьёзного вреда. Речь идёт также о гигантских щитах, закрывающих от солнечного света небесное тело и тем самым изменяющих его движение. Астероид нагревается Солнцем с одной стороны. Таким образом, разница температур на его поверхности весьма значительна. Она составляет 400 градусов между самой горячей и самой холодной точками. Для того, чтобы охладить горячую сторону астероида, достаточно расположить в нескольких сотнях метров или даже в нескольких километрах от него щит, который сократит количество солнечной энергии, получаемой поверхностью, и тем самым поможет избежать сильного нагрева. Это позволит немного снизить скорость астероида и вместо того, чтобы врезаться в Землю, он пройдет мимо нее. Однако для достижения результата все подобные устройства придется запустить заблаговременно. Ведь иногда предусмотреть угрозу заранее не представляется возможным. В случае срочной необходимости рассматривается более радикальный способ. самым мощным средством, с помощью которого предлагается решить проблему прямого столкновения астероиды с Землей, является атомная бомба. Одну или несколько бомб можно взорвать рядом с астероидом-убийцей. Но тут возникают вопросы этического и юридического характера, поскольку отправка в космос ядерного оружия запрещена международными законами. На данный момент использование атомной бомбы ученые всерьез не рассматривают, так как риск, связанный с этой миссией, остается значительным. Сегодня они изучают другой вариант, так называемый кинетический ударник. Принцип его действия заключается в нанесении мощного удара по опасному астероиду. В городе Нордвейк, в Нидерландах, команда Европейского космического агентства разрабатывает устройства для изменения траектории движения астероидов. Первый экспериментальный образец, возможно, появится уже через несколько лет. Сегодня эксперты со всей Европы собрались для того, чтобы детально обсудить проект. Конфигурация летательного аппарата, его автономное энергообеспечение, бортовые инструменты. Рассматриваются даже мельчайшие детали. Итак, обсудим конфигурацию. Можно остановиться на таких размерах, как вы думаете? Необходимо рассчитать достаточный угол наклона. Ведь даже если ударник при столкновении немного отклонится от первоначальной траектории, мы будем уверены, что удар все равно произойдет. Не так важно, что случится, главное, чтобы это произошло в заданном месте. Смоделированный зонд можно будет изготовить уже в ближайшее время. В качестве разведывательного аппарата он отправится к астероиду, траекторию движения которого необходимо изменить. Андрес Гальвис, координатор европейской программы, проверяет, все ли идет хорошо. Какова дистанция наблюдения? 35 километров. Этот проект осуществляется совместно с НАСА. Он предполагает создание и запуск двух летательных аппаратов зонда Эйм и ударника Дарт весом 300 килограммов, который и подтолкнет астероид. Задача зонда оценить эффективность удара. Это невозможно будет сделать, находясь на Земле. В октябре 2022 года запланирована встреча с зондой и ударником. Именно в это время Дарт ударит астероид, а Эйм будет рядом и оценит последствия удара. Цель миссии астероид Дидим. Особенность этого астероида заключается в том, что вокруг него вращается спутник, как Луна вокруг Земли. К камерам наблюдения, установленным на летательном аппарате, будет легко обнаружить первый астероид, так как он крупнее, примерно 800 метров в диаметре. У второго, маленького, диаметр всего 150 метров. Ударить-то по нему мы сможем, однако он малова для того, чтобы повлиять на смену траектории. Таким образом, ориентиром для оценки смещения будет служить большой объект. Случай успеха этой миссии ученые смогут менять траекторию движения и других околоземных астероидов, при условии, что они не будут слишком крупными. В наши дни отправка в космос зондов искателей астероидов, блуждающих вокруг Земли, становится обычным делом. Ученые хотят посадить зонд на астероид, чтобы взять пробы грунта и таким образом выяснить его состав. Этот план может показаться невыполнимым. Но за последние несколько лет были сделаны важные шаги в области космических исследовательских миссий. были успешно осуществлены проекты, объектом исследований которых стали кометы. Эти реликты времен формирования Солнечной системы состоят из космической пыли и льда. Они не раз встречались на пути нашей планеты. В 2006 году зонд Стардаст, 8 лет бороздивший просторы космоса, впервые доставил на Землю образцы космической пыли, добытые из хвоста кометы. В 2014 году зонд Розетта, преодолев 434 миллиона километров, первым вышел на орбиту кометы 4-х километрового диаметра. С помощью спускаемого аппарата Фила ученые рассчитывают получить новые образцы. предполагается найти такие элементы, как вода и органика, вещества, которые давно разыскиваются в Солнечной системе. Как показала история, падения этих небесных тел на Землю оказались благоприятными, ведь они принесли с собой основные элементы для возникновения жизни. информация о составе комет позволит лучше понять эволюцию нашей планеты, узнать о появлении на ней океанов и первых бактерий. При этом кометы содержат в себе и другие сокровища. В распоряжении ученых есть легкодоступные образцы. Речь идет о метеоритах, собранных со всех концов Земли. В Париже в лаборатории исследований внеземного вещества проводится анализ состава метеоритных осколков. Этот высокотехнологичный прибор называется наносимс. Он позволяет составить полный список химических элементов, содержащихся в образцах. Образец помещен внутрь. Франсуар Абер, руководитель группы, проводит анализ первых результатов. Это все данные за ночь? Да, и концентрация колеблется от 8,1 на 10 в минус пятый до 10,1 на 10 в минус пятый. Тойнит и камасит содержат почти одинаковое количество никеля. Не обязательно. Платину, палладий, химические элементы, относящиеся к благородным металлам, а также самородный никель на Земле, часто обнаруживают в метеоритах. Концентрация таких элементов в метеоритах гораздо выше, чем в земной горной породе. Доказательством служит вот этот образец, хранящийся в лаборатории. Это фрагмент железного метеорита, что легко определить по его необычной структуре. Хорошо видны прожилки металлических минералов, которые формируют узор, характерный для такого типа метеоритов. На Земле нет ни одного камня, похожего на этот. Дело в том, что более 4,5 миллиардов лет назад в процессе формирования нашей планеты эти металлы просто переместились к ядру. Сейчас те же металлы, что содержатся в метеоритах, находятся в центре земного шара. На поверхности нашей планеты весьма скудные запасы драгоценных металлов. Они все ушли под Землю. Другими словами, формируясь, ядро Земли уходило к центру, унося за собой благородные металлы. Золото, платину, палладий, рутений. Сегодня все они сосредоточены в центре Земли. А в метеоритах эти металлы присутствуют в избытке. Их концентрация невероятно высока. Она в тысячу раз больше, чем в горной породе на нашей планете. Эти элементы можно встретить в привычных для нас вещах, батарейках, смартфонах и компьютерах. однако их скромные запасы на поверхности Земли неумолимо истощаются. Решить эту проблему можно было бы, добывая металлы непосредственно из астероидов. Многие из них это огромные глыбы железа с высоким содержанием золота, серебра и других благородных и редких металлов. В США некоторые компании всерьез решили подобраться к новой золотой жиле. В ряды инвесторов корпорации Planetary Resource входят многие известные люди. В 2012 году корпорация заявила во всеуслышании о своем смелом проекте. Питер Диамандис соучредитель Planetary Resource Наша цель обеспечить доступ к природным ресурсам на околоземных астероидах. Идею добычи металла на астероидах и его реализации на Земле разрабатывает не одна компания. Deep Space Industries главный конкурент корпорации Planetary Resource. Созданная в начале 2013 года бывшим астрономом эта компания соседствует с исследовательским центром NASA расположенным в Калифорнии в Сан-Хосе. Десятки инженеров работают над потрясающим проектом. Одну из групп возглавляет Дэниел Фейбер. Это будет бизнес небывалого размаха. О его масштабах можно судить уже сейчас, поскольку запасы драгоценных металлов на астероидах превосходят их количество, добытое на поверхности Земли. Как только будут построены аппараты, необходимые для ведения работ, случится настоящий бум. Появятся новые миллионеры и даже миллиардеры. Наша задача выбрать те астероиды, которые, во-первых, обладают нужными ресурсами, а во-вторых, находятся рядом с Землей, то есть более доступны с физической и экономической точек зрения. Прибыль от ресурсов, добытых с одного кубического километра астероида, может составить пять тысяч миллиардов долларов. Этот огромный рынок пока никем не занят. Через несколько лет пионеры проекта планируют запуск собственных космических миссий. Нельзя ограничиваться уже полученными данными. Мы должны удостовериться, что химический состав астероидов соответствует нашим ожиданиям. Без новых исследований, связанных с их поиском и анализом состава, нам не обойтись. Задача номер один, стоящая перед Deep Space Industries, заключается в отправке разведывательной миссии Firefly. Эти маленькие летательные аппараты длиной 30 сантиметров предназначены для обнаружения самых перспективных астероидов, находящихся поблизости от Земли. Если первый этап пройдет успешно, будут предприняты новые шаги. Затем мы намерены запустить миссию Dragonfly. Ее задача взять образцы грунта и доставить их на Землю. Мы рассчитываем, что с каждым разом объем образцов будет все больше. Следующим этапом станет добыча и доставка на Землю тысяч тонн ресурсов. Но прежде чем астероиды превратятся в новое Эльдорадо, необходимо преодолеть серьезное препятствие — баснословную стоимость космических миссий. Она исчисляется миллиардами долларов. В будущем планируется значительно сократить расходы, связанные с полетами в космос. Эти планы опираются на уже имеющиеся проекты. Много лет ученые бьются над созданием аппаратов, которые расширят для нас границы космического пространства. Кристоф Баналь работает над решением проблемы будущих космических миссий, преодолением силы притяжения. В рамках этой задачи реализуется важный проект по созданию гигантского лифта, представляющего собой кабину для отправки с Земли, которая будет прикреплена к тросу, выведенному в космос. Идея не в том, что мы выстраиваем шахту лифта с поверхности Земли к орбите. В нашем случае предполагается задействовать большой геостационарный спутник. Геостационарным его называют потому, что он неподвижен относительно Земли. Спутник вращается с той же скоростью, что и Земля, на высоте 36 тысяч километров над экватором. Трос будет спускаться с этого спутника до земной поверхности, вернее, до того объекта, который необходимо поднять. Например, речь может идти о нефтяной платформе. Этот трос длиной не менее 36 тысяч километров невероятно тяжел. Из-за гравитации Земли он не может долгое время оставаться натянутым. Чтобы избежать его падения на Землю, необходимо разместить вне действия земного притяжения тяжелый объект в качестве противовеса. Весь вопрос в том, что разместить в качестве противовеса. Некоторые ученые предлагают использовать астероид, так, чтобы центр тяжести космического лифта сразу оказался в нужном месте. Однако по мере подъема лифт будет двигаться по тросу все быстрее и быстрее, и на определенной высоте его потянет к Луне, на следующей отметке в сторону Марса, а еще выше к поясу астероидов. Таким образом, эта идея с одной стороны выглядит нереальной, но с другой стороны она распахивает двери в космическое пространство. Может быть, через несколько десятилетий этот лифт будет выполнять разнообразные функции, в частности отправлять оборудование в космос, что сделает рентабельной добычу ресурсов на астероидах. Следующая грандиозная задача в освоении космоса подразумевает доставку людей к удаленным объектам. США эту идею уже воплощают в жизнь. Впервые в истории мы начинаем подготовку к отправке астронавтов на астероид. На сегодняшний день Американское космическое агентство разработало в деталях программу, согласно которой в 2025 году люди смогут ступить на один из этих объектов. Миссия будет состоять из нескольких этапов. Идея заключается в том, чтобы поймать маленький астероид от 7 до 8 метров в диаметре, поместить его в так называемую сеть и, задав довольно сложную траекторию, вывести на орбиту Луны. А уже там можно будет выполнить нашу миссию. Пилотируемый полет для изучения астероида на месте. Для этого специалиста создание летательного аппарата, захватывающего в сеть астероид, и вывод астероида на орбиту Луны вполне осуществимо. Проект задуман грандиозный и крайне сложный, но он опирается на новейшие технологии, которыми мы сегодня располагаем. Так, сверхтяжелая ракета-носитель СЛС уже находится в стадии разработки, а ее запуск запланирован на 2019 год. Механизм захвата астероида будет непростым, но и он базируется на тех технических решениях, которые уже известны. Следовательно, главные трудности связаны с финансированием и политикой. Все как обычно. Уже сейчас проводятся занятия для подготовки будущих астронавтов к суровым условиям космоса. Их ждут экстремальные температуры, нулевая сила тяжести и десятки кубических метров породы для исследований. Если эта миссия увенчается успехом, для человечества наступит новая эра освоения космоса. в зависимости от того, что мы ожидаем найти на астероиде, можно представить себе варианты использования его ресурсов. Вполне вероятно, что удастся извлечь кислород и водород для производства ракетного топлива. Еще можно предположить, что астероиды когда-нибудь станут промежуточными пунктами. На них будут делать дозаправку кораблей и следующие глубины космоса. Это вполне осуществимо, но только в далеком будущем. В будущем астероиды станут трамплинами для космических миссий. Благодаря обилию ресурсов на них устроят заправочные станции для кораблей, которые направятся в отдаленные уголки Вселенной и пополнят истощенные запасы минералов на Земле. Благодаря тому, что можно обнаружить на астероидах, а именно горючему, металлом и кислороду, мы изменим нашу экономику и займемся бизнесом в космосе. Но кроме надежд, эти небесные тела внушают противоречивые чувства. Часть научного сообщества продолжает воспринимать их как смертельную угрозу. Даже совсем небольшие объекты несут в себе потенциальную опасность катастрофы, если они упадут, например, на город. На данный момент известно о 430 околоземных астероидах, которые теоретически могут столкнуться с Землей в ближайшие сто лет. Сегодня, несмотря на усиленные наблюдения за астероидами, нельзя считать, что угрозы не существует. Но благодаря смелым проектам, которые осуществляют космические агентства, есть шанс избежать катастрофы. Вот доказательство того, что мы в силах противостоять угрозе. И в тот день, когда это произойдет, все новейшие технологии будут готовы отразить удар. С каждым днем новые знания и, разумеется, технологический прогресс уменьшают угрозу столкновения. Но говоря об изменении траектории движения астероидов и об их использовании, не стоит забывать и о том, что эти проекты ставят перед нами много вопросов. Не опасно ли менять траектории движения небесных тел? Каковы пределы использования этих объектов? А вдруг уже завтра страны, космические агентства и частные компании, заинтересованные в новой прибыли, начнут ссориться из-за вожделенных камней? Неужели новые границы между государствами будут проложены в космосе? В будущем нам предстоит решить вопросы этического, экономического и технологического характеров для того, чтобы превратить опасные небесные тела в новые Эльдорадо. Автор сценария и режиссер Соня Руспини. Продюсер Тибо Мартен. Операторы Тьери Фессар, Леони Самель, Жоэль Иршфельд, Леонардо Чиньери Ламброзо, Соня Руспини. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм Соня Руспини. Продолжение следует...